Добрый день! Данное видео будет полезно любому современному родителю, а также педагогам школ и дошкольных учреждений. В нем я сегодня расскажу о том, как изменился мир за последние 40 лет с точки зрения зрительного восприятия ребенка, как это повлияло на зрение детей, какие основные факторы появления дефектов зрения у современного школьника, что может и должен делать любой думающий родитель, как современная наука помогает нам и можно ли в принципе остановить эпидемию близорукости в нашей стране. Буквально два слова о наших офтальмологических центрах ГЛАСКО. Помимо нашей основной деятельности по диагностике и лечению заболеваний глаз, мы занимаемся научной работой, а также занимаемся социальными проектами. И сегодня несколько раз в рамках моего выступления прозвучит наш социальный проект «Пятерка по зрению», где мы бесплатно осматриваем детей в школу города и области, и на базе этих данных строится как раз наша научная работа. На данный момент в рамках проекта «Пятерка по зрению» мы осмотрели порядка 30 тысяч детей. И сухие факты таковы. Каждый второй выпускник школы или гимназии имеет патологию по зрению. И особенно остро проблема стоит в начальной школе, потому что за последние 6 лет патология по зрению в первых классах увеличилась в 6 раз. То есть сейчас порядка 13-15% первоклассников имеют патологию по зрению, тот или иной дефект зрения. Ну, конечно, нам, к сожалению, помогают наши любимые гаджеты. Если посмотреть на график, то продажи мобильных устройств растут экспоненциально с каждым годом. Все вы знаете, что сейчас дети абсолютно по-другому проводят свободное время. Если у нас это больше была улица и солнышко, то у детей это сейчас примерно вот так вот. Наши коллеги из Великобритании, они замеряли, а сколько современный школьник проводит в дистанции 50 сантиметров. Ну, то есть поставьте линейку и представьте такую капсулу вокруг. Оказалось, что более 50% времени, причем это исследование примерно 6-летней давности, я думаю, что сейчас больше. Ну и вы все видите, что появляется все больше гаджетов, которые позволяют развлекать детей уже не только школьного возраста, но и дошкольного. И, конечно же, офтальмологи бьют тревогу по этому поводу. По данным Глобального института МИАПИ, сейчас на Земле порядка 1,8 миллиарда людей близоруких. И тенденция такова, что к середине столетия, к 2050 году, близоруких людей станет 4,5 миллиарда людей. То есть примерно каждый второй житель планеты будет уже с близорукостью. И сейчас именно близорукость — это ведущая причина плохого зрения во всем мире. Ну а что же у нас, у наших детей, детей. Как вы знаете, на любом офтальмологическом осмотре в первую очередь врач оценивает то, как ребенок видит наш мир. То есть объективная проверка остроты зрения. И как вы видите на диаграмме по результатам исследования в рамках пятерки по зрению, всего лишь половина детей видят 100% и выше. Где-то около 23% детей — это острота зрения 0,7-0,9. И запомните, пожалуйста, эту цифру. Около 26% детей видят хуже 60%. Ну, обычному родителю обычно сложно понять, а что такое видимость 60%. Это те дети, которые уже с первой парты видят плохо, что написано на доске. Может быть, так вам будет понятнее. Почему офтальмологи бьют тревогу? Ну, к сожалению, тут нам природа не помогает. И ведущая причина плохого зрения, близорукость — это не заболевание. Это дефект оптики глаза. И так как это не заболевание, то тот механизм, заложенный природой, когда ваш ребенок, например, упал, или там зубик заболел, или горлышко заболело, естественно, у него это все начинает болеть, и ребенок вам об этом рассказывает. Так как близорукость — это не заболевание, это дефект зрения, ничего не болит. Зрение постепенно, плавно ухудшается. Ребенок сначала это не замечает, окружающий тоже не замечает, и это усугубляет ситуацию. То есть близорукость не болит. Вот это главный слоган, с которым нужно бороться. Как заподозрить, что у ребенка начало падать зрение? Ну, нам все-таки кажется, что вот именно так, то есть именно на осмотре детского врача-офтальмолога врач должен своевременно увидеть, и тогда у нас есть множество механизмов, как с этим побороться. Есть такая формализованная нашими врачами инструкция — часто моргает, близко садится, низко наклоняет голову, неправильно там выписаны очки, там ребенок попытается в них скорректировать зрение по-всякому, их там двигает, жалобы на усталость глаз. Я обычно своих друзей или наших пациентов прошу наблюдать за своим ребенком в течение дня. Ведь когда у ребенка уже зрение плохое, это видно, то есть он ломает привычные вам стереотипы дистанции. Ну, самое простое — это то, когда маленький ребенок подходит к телевизору, да, или начинает щуриться. Очень много пациентов к нам попадает из боулингов, потому что именно там почему-то родители замечают, на телевизоре нужно разглядеть свое имя и количество очков, и ребенок начинает или щуриться, или подходить близко. И самое главное, я вас, всех родителей призываю, пожалуйста, прислушивайтесь к своему классному руководителю. Поверьте мне, любой абсолютно классный руководитель знает, какие ученики у него в классе видят плохо, потому что он вашего ребенка видит на разных дистанциях в течение всего дня, то есть больше, чем вы даже его видите. И он спокойно может прям список написать, кто видит плохо. Я думаю, после наших осмотров он совпадет там на 99%. Поэтому, пожалуйста, прислушивайтесь. Сейчас педагоги, конечно, боятся напрямую говорить родителям, но тем не менее вы можете сами спросить, не замечали ли вы что-либо. И педагог с вами, естественно, с удовольствием поделится. Наука не стоит на месте. Ежегодно проводятся научные симпозиумы, где именно исследователи, врачи, офтальмологи делятся своими успехами. И вот здесь на фотографии наш главный специалист, директор центров ГЛАСКа Смирнова Ирина Юрьевна на конференции в Бирмингеме со стендовым докладом, как раз с результатами осмотров пятерки по зрению. Почему я этот кадр привожу? Потому что именно на этой конференции прозвучали такие очень важные тезисы, которые я сначала перевел с английского на русский, а потом с русского медицинского перевел такой на более понятный язык. Первое. Мы сами создали мир, который портит зрение нашим детям. И это правда так. То есть мы создали среду, в которой, ну, к сожалению, ребенку очень удобно находиться вот в этом коконе 50 сантиметров, не выходить на улицу. Естественно, у него зрение падает. Второе. Несколько научных работ уже абсолютно точно связали появление близорукости с недостаточностью нахождения ребенка именно на открытом солнце. То есть солнышко лечит наши глазки. Третье. За последние 10 лет офтальмологический мир буквально таки взорвался, потому что появились научно подтвержденные оптические методы побороться с близорукостью. И, естественно, мы сегодня о них более подробно поговорим. И доказано, что близорукость, особенно высокая ее степень, минус 5 и выше, однозначно влияет на развитие таких тяжелых заболеваний, которые мы все боимся уже в возрасте, именно там после 50 лет, как глаукома, катаракта и дегенерация сетчатки. То есть эти заболевания могут приводить к полной слепоте. Ну и переходим к самому интересному, самому главному. Какие же факторы влияют на появление близорукости? Первый, самый злостный фактор – это долгая, неконтролируемая нагрузка вблизи. Не демонизирую здесь какое-то отдельное устройство в виде планшетов или смартфонов. То есть это любая неконтролируемая нагрузка вблизи. Неважно, что это будет – планшет, мобильный телефон, конструктор, макраме, ребенок из бумаги что-то собирает. Как только это долгая, неконтролируемая нагрузка, особенно в условиях плохой освещенности, это уже может приводить к негативным последствиям. Поэтому запоминаем. И причем, чем ближе дистанция… Вы обратите внимание, как ваш ребенок в WhatsApp переписывается. Можете прям с линейкой замерить. Это порядка 22 сантиметров. Это очень плохо. То есть чем ближе дистанция, тем хуже. Чем дальше, тем лучше. И поэтому даже уже, ну когда врачей спрашивают, а все-таки что лучше, там мультики смотреть или в смартфон играть, однозначно лучше пусть на телевизоре смотрят мультики, потому что это все-таки порядка 3-3,5 метров на большом экране уже с хорошим разрешением, нежели ребенок будет сидеть в мобильном телефоне на короткой дистанции. На этом слайде указана формула, которую вывели даже не офтальмологи, а физиологи, которые замеряли, через какое время мышцы, отвечающие за фокусировку на предметах, уже входят в состояние дисбаланса или уже даже спазма. Берете возраст своего ребенка, умножаете на 3, это время непрерывной нагрузки как раз вблизи. То есть если ваш ребенок учится в третьем классе, ему 10 лет, 10 на 3, 30 минут непрерывной нагрузки в день. Я еще раз подчеркиваю, это в день. Я понимаю, что обычно на родительских собраниях там сразу же начинаются возмущения и смешки, но тем не менее, вот формула такова, это доказано наукой. С моим ребенком, когда мы первый телефон во втором классе дарили, мы подписывали даже целый договор о том, какие я несу обязанности, как его буду обучать этому смартфону и так далее. Но и ребенок несет какие обязанности, за что отвечает. И мы сразу же на берегу договорились о том, что это будет все-таки небольшое время, и если ты хочешь поиграть, то лучше это делать или на телевизоре, на приставке, или там на компьютере, на большом хорошем мониторе. Второй фактор, это, к сожалению, наследственность. Ну почему к сожалению? Потому что мы никак на него повлиять не можем, но только при знакомстве справку просить, да, об остроте зрения своего партнера. Вот, статистика такова. Если оба родителя в очках, то 80% геннаследования, в 80% случаев рождаются дети, которые наследуют близорукость. И если только один родитель, то в 40%. То есть, ну, наследственность тут не на нашей стороне. Что делать таким родителям и детям? Ну, конечно же, просто нужно чаще контролировать зрение, чаще попадать на полный офтальмологический осмотр к детскому офтальмологу, чтобы вовремя заметить, если что-то пойдет не так. И третий фактор, он остро стоит во всем мире, но у нас он стоит особняком, потому что у нас гигантский процент детей, которые не имеют никакой коррекции. Помните, я вас просил запомнить эту цифру, 26% видят всего лишь 60% и плохо видят с доски из первой парты. И мы у этих детей спросили, а у них что-то на глазах вообще есть, очки или контактные линзы? И оказалось, что в 64% ничего у них нету. То есть, эти дети без коррекции, они как плохо видели, так и видят. Иногда родители приходят, приносят справки, посадите на первую парту и дальше ничего не делают. Это путь в никуда, это абсолютно путь к близорукости. Это нужно знать, к сожалению, те дети, у которых уже есть дефект зрения, но у них нет ни очков, ни контактных линз, ни ночных линз. У них это первая причина слабовидения и вторая причина слепоты в мире. Вот такая статистика. То есть, это приводит к тому, что близорукость усиливается, появляется осложнение в будущем. Это приводит к очень плохому зрению в будущем или даже к слепоте. Следующий фактор развития дефектов зрения – это то, что наши дети стали меньше гулять. Я уже выше сказал, что несколько научных работ доказали однозначно, что отсутствие солнечного света провоцирует появление близорукости. И опять же, научные данные таковы, что если ребенок до 7 лет каждый день гуляет на улице в течение полутора часов, то риск возникновения близорукости у него в будущем снижается в 15 раз. Мне кажется, даже комментировать тут дальше уже и не стоит. То есть, однозначно наших детей нужно выгуливать. Сами они иногда гулять не хотят, значит, нужно брать за руку, делать им интересно на улице, но все-таки гулять – это важно для здоровья глаз. Однозначно, занятия спортом позитивно влияют, опять же, на детские глаза, на детское зрение. Цифры такие. У детей, которые занимаются спортом, причем неважно, профессиональный это спорт или ребенок каждый день гуляет, делает зарядку или там общая физическая подготовка, у него темп прогрессирования близорукости замедляется в 3,5 раза, даже если она уже появилась. Еще я очень часто слышу, это, конечно, обычно бывает в лицеях, гимназиях, где немножко уровень обеспеченности выше. Мы сейчас подождем до 18 лет, а в 18 лет сделаем лазерную коррекцию. Вот это категорически нельзя так мыслить и нельзя так делать. Современное научное, именно офтальмологическое сообщество стоит на том, что как только врач увидел дефект зрения, он обязан включиться в борьбу, и вы тоже, как родители, обязаны включиться в борьбу. Потому что как только мы это дальше увидим, вы ничего не делаете, близорукость прогрессирует, и мы получаем осложнение. И опять же, статистика такова, что если у ребенка прогрессирует близорукость до высоких степеней, это больше 5 диоптрий, риск осложнения в будущем катаракта в 5 раз увеличивается, риск получить глоукому увеличивается в 4 раза, и риск отслойки сетчатки в 16 раз, дегенерации сетчатки в 24 раза. То есть представьте, что вы решили подождать, а потом в будущем ребенок может просто, уже взрослый человек, потерять зрение просто из-за того, что мы ждали, а чтобы потом сделать лазерную операцию. И если все-таки сразу включаться в борьбу и пытаться или замедлять и полностью останавливать, какие цифры тогда? Если замедлить темп близорукости на 33%, то риск получить близорукость в высокой степени сократится на 73%. Если замедлить вовремя близорукость на 50% в 2 раза, то риск получить близорукость в высокой степени сократится более чем на 90%. Это опять же научные данные. На нашем специализированном сайте stopblizorukost.rf мы даже разработали, совместили такой калькулятор близорукости, когда вы можете ввести начальные данные, возраст своего ребенка, начальную степень близорукости и прогнозируемый метод борьбы с близорукостью. Например, там ночные линзы или очки Майосмарт или еще что-то, или комплексное лечение. И вы можете посмотреть эти две кривые, когда вы ничего не делаете и у ребенка от минус одного уже может к минус пяти, к 18 годам прогрессировать. И когда вы используете вместе с врачом какой-либо способ стабилизации. Обязательно зайдите, посмотрите. Очень наглядно и удобно. Естественно, это врач использует во время офтальмологического осмотра в наших центрах. Какие же на сегодня существуют современные способы оптической коррекции для детей? Ну, естественно, 800 лет назад придуманы очки. И сейчас не нужно их бояться. Существуют легкие полимерные линзы, которые практически не бьющиеся, с многослойным покрытием, когда линза не бликует, когда она пропускает максимально света, минимум остается отпечатков пальцев, минимум царапин и современные оправы, которые можно выбрать, там даже которые можно в узел завязать и ничего не случится. Естественно, те дети, которые не хотят носить очки или не могут по разным причинам, существуют мягкие контактные линзы. Сейчас мы стоим на том, чтобы первым выбором все-таки были однодневные силикон-гидрогелевое поколение контактные линзы. Когда ребенку не нужно ухаживать, утром он надевает свежую пару линз и целый день ходит. И самый молодой способ, но самый такой интересный и удобный, это ночные ортокертологические линзы. Когда ребенок или взрослый спит в специальных жестких газопроницаемых линзах, за время ночного сна у него изменяется поверхность нашего глазика или, как ее врачи называют, роговица. И роговица начинает преломлять таким образом, что зрение опять становится стопроцентным, то есть преломляет обратно на сетчатку глаза и в течение дня ребенок или взрослый видит хорошо. Это, конечно, прекрасно, потому что утром вы снимаете линзы и не нужно ничего носить, терпеть неудобства и так далее. Видите, стопроцентно, естественно, сейчас родители очень часто используют этот способ, потому что он удобен как родителю, так и ребенку. Ну и мы приближаемся к самому важному, ради чего мы, собственно, сегодня здесь собрались. Какие же существуют способы замедлить или полностью остановить прогрессирующую близорукость у ребенка? И первое, это самое по эффективности, это как раз ночные линзы. То есть когда-то несколько ученых делали научную работу и смотрели, нет ли каких-то провангированных последствий в результате ношения ночных линз детьми, то есть нет ли осложнений через годы, когда дети носят ночные линзы. И заметили, что те дети, которые были в ночных линзах, у них близорукость стала замедляться и у некоторых детей полностью остановилась. Те дети, которые были на других способах оптической коррекции, у них с тем же темпом близорукость прогрессировала. И, в общем-то, именно тогда появился интерес научный именно к ночным линзам, как к инструменту остановить близорукость. И уже сейчас десятки научных работ по всему миру однозначно говорят о том, что если ребенок с прогрессирующей близорукостью носит ночные линзы, пользуется ими, то эффективность замедления близорукости 70-90%. То есть процент огромен. Следующий инструмент – это мультифокальные мягкие контактные линзы. То есть это контактные линзы специального дизайна. Это необычные линзы, которые там можно купить в линзомате. Эти линзы обязательно выписывают врач-офтальмолог. Продаются они тоже в офтальмологических центрах под контролем врача. И там эффективность порядка 45-59%. И третий способ – это специальные мультисегментарные очковые линзы. То есть такие, как Maya Smart или Stellast, две сейчас разработки доступны в России. Это тоже линзы специального дизайна. Ребенок в них видит очень хорошо. Никаких последствий там или непереносимости мы не наблюдаем. И там эффективность порядка 50-66%. Я сейчас не буду останавливаться на каждой из технологий, потому что время ограничено. В самом конце моей презентации будет слайд со ссылками на каждый из этих способов, куда можно просто зайти и подробнее почитать то, о чем именно вам интересно. А если же все-таки ничего не делать? Опять же, есть эти исследования. Сейчас близорукость такова, что если не использовать какой-либо из способов торможения, то прогрессия у современного школьника до одной диоптрии. То есть близорукость достаточно стала агрессивная. Если использовать очки, которые, знаете, по старинке выписывали там лет 10 назад офтальмолога, хотя сейчас там в отдаленных регионах еще можно попасть на прием, к сожалению, к врачу-офтальмологу, который выпишет очки, которых ребенок видит не 100%, то есть немного с недокоррекцией. И вот все-таки этот миф сейчас абсолютно разрушен. И есть такая статистика, что если использовать эти очки, то темп близорукости ускоряется на 19-20%. Ну и даже если использовать очки правильно выписанные, а что такое правильно выписанные очки для ребенка? Это такие, как на мне сейчас. Я каждым глазом вижу 100%, и двумя глазами даже там 120%. Вот это правильно выписанные очки. И даже в таких очках, к сожалению, у ребенка может прогрессировать близорукость. И сейчас наши врачи отмечают, что близорукость изменилась. Она стала более агрессивная, более поздно выявляемая. То есть за счет того, что она быстро прогрессирует, то дети уже приходят, к нам попадают на прием, когда уже минус полтора, минус два. Высокий темп прогрессирования близорукости, то, о чем я уже говорил, до одной диоптрии. Скачкообразное течение, когда вот вроде все было в порядке, а потом родители удивляются. Пришли через полгода, а там уже достаточно приличный дефект зрения. Отмечаем также, что нет полной коррекции или недостаточная коррекция в очках или в контактных линзах. Мы уже отметили, что это пагубно влияет. И часто психологическая неготовность родителей идти на оптическую коррекцию или применять какой-либо из способов стабилизации, потому что это сейчас ново, данных на русском языке достаточно мало. И, конечно, мы встречаем множество вопросов. Ну, собственно, для этого сегодня мы с вами собрались, чтобы ответить на эти вопросы. Нас каждый раз на родительских собраниях учителя просят заострить эту тему по поводу справок на первые парты. Так вот, я сейчас вам рассказываю. Справок таких официально в реестре в медицинском нет. Обычно это все-таки под нажимом родителя. Врач выписывает там от руки рекомендацию посадите на первую парту. Давайте разберемся просто с точки зрения науки. Хорошо вы сделали, когда все-таки выбили эту справку? Это действительно так. То есть врачи говорят, что меня-то прям выбили эту справку на приеме. Хорошо вы сделали для своего ребенка или нет? Ну, выше мы уже слышали, что ребенок должен быть вовремя продиагностирован. Если что-то не так, то должны применяться способы оптической коррекции. Он должен видеть этот мир 100% в очках или в контактных линзах, неважно. А лучше, чтобы сразу же врач с родителем включился в борьбу и использовал какой-либо из способов торможения близорукости. Когда приходят дети, просто со справкой посадите на первую парту, что происходит? Естественно, близорукость никуда не уходит, она не останавливается. И причем без оптической коррекции темп прогрессирования еще выше. Поэтому просто задумайтесь, благо вы приносите своему ребенку или не очень. Ну и вот этот кадр тоже я не могу не привести. Это мировой симпозиум по близорукости, который проходил в Китае. И на фотографии запечатлены ребята, которые помогали провести этот симпозиум. Волонтеры, посмотрите, то есть почти 100% наций уже имеют в генофонде близорукость. То есть они все в очках или в контактных линзах. И естественно, в таких странах, как Южная Корея, Малайзия, Китай уже сложно что-либо делать на глобальном уровне, потому что уже генетический фактор преобладает. И уже очень сложно остановить или победить близорукость. Мы как специалисты в этой области считаем, что наша страна сейчас находится на перепути, когда мы можем побороться за наших детей, за их зрение. И просто запомните эти четыре совета. Первое. Ребенок должен быть ежегодно осмотрен врачом-офтальмологом. Обязательно. Я всегда всем друзьям говорю, найдите время летом, когда проще записаться, когда нет очередей. Приведите его на прием и покажите хотя бы раз в год. Но квалифицированный осмотр не только покажет текущую ситуацию, но он еще и выявит предпосылки. То есть есть или нет эти предпосылки к прогрессированию близорукости или к появлению ее. Нужно детей обязательно учить правильно общаться с мобильными гаджетами. Ну вы вспомните своего маленького ребенка, когда он первый раз дополз до чего-то опасного, например утюг. Вы же ему попытались объяснить, что это опасно и что это нужно пользоваться. А потом он когда повзрослел и девочка сама решила погладить себе майку. Вы же не просто сказали вот иди включи утюг и погладь. Вы же объяснили как этим пользоваться с точки зрения безопасности, чтобы не творить делов. Так вот и мобильные гаджеты это тоже опасно. И ими тоже нужно учить пользоваться. Договариваться на берегу, чтобы потом, конечно, когда на собраниях в седьмом классе меня спрашивают, а что делать? Он устроил скандалы и истерику. Но это уже не область офтальмологии, это уже область детской психологии. И все-таки, когда вы дарите первый раз планшет или мобильный телефон, вам нужно сразу же объяснить, как мы будем им пользоваться. И самое главное, потом контролировать это. Потому что объяснить мало, еще и нужно придерживаться этих правил. Третье правило. Не нужно бояться современных способов коррекции. Я, к сожалению, до сих пор встречаю на просторах ютуба ролики, которые набирают миллионы просмотров о том, что давайте снимем очки, контактные линзы, будем делать упражнения и будет нам счастье. Я физик по образованию. С физической точки зрения, что такое близорукость? Это глаз из шарика превратился в бейсбольный мячик. То есть увеличилась вот это расстояние от поверхности глаза до сетчатки глаза. И у нас оптическая система фокусирует не на сетчатке глаза, а мимо нее проходит. Изменились сосуды, среды глаз и так далее. Как вы думаете, возможно, делая всего лишь гимнастику для глаз, вернуть это состояние обратно? Да, конечно же, нет. Нет ни одного научно доказанного случая, когда от истинной близорукости, когда уже врач померил не только остроту зрения, но и сделали УЗИ глаза, померили это расстояние, как раз длину глаза так называемую, и сказали, у вас близорукость. Человек поделал гимнастику, и близорукость исчезла. Нет ни одного такого случая. И поэтому не нужно бояться научных способов, о которых мы сегодня говорили, и нужно бежать от ненаучных способов, которые портят и усугубляют ситуацию. И современная наука, современная научная офтальмология стоит на том, что близорукость нужно останавливать, ее нужно тормозить. Потому что да, эти способы не стопроцентные, но цифры огромные, 50, 60, 70 процентов. То есть это в 50, 60, 70 процентов случаев ребенку стало лучше, или близорукость замедлилась, или она полностью остановилась. Это уже огромный труд, огромная победа, когда вы сделали благо своему ребенку, а мы сделали благо своему пациенту. Ну и как обещал на последнем слайде, я привожу все наши информационные порталы, где можно отдельно почитать про способы стабилизации близорукости, про ночные линзы, про мультисегментарные очки современные для контроля близорукости, про мягкие контактные линзы с двойным фокусом, которые также тормозят близорукость. Будьте, пожалуйста, образованными, доверяйте, пожалуйста, научным способам и научной медицине офтальмологии. Будьте здоровы и желаю вам хорошего зрения.